Белоснежка Всем привет-привет! Вы на канале Игры с куклами. И сегодня Белоснежка расскажет нам сказку. А я буду слушать сказку. Мне очень интересно, какую сказку расскажет Белоснежка. Сейчас я поудобнее сяду. Сегодня я расскажу сказку, которая называется Благоуханное имя. Эту сказку написал Фёдор Сологуб. Может кто-то и не слышал такого писателя. Сегодня услышите его сказку. Так, слушайте. Черепашка, ты слушаешь? Конечно, слушаю. Рассказывай, Белоснежка. Так, ребята, слушайте. Когда одна девочка была больна, Бог велел Ангелу идти и плясать перед ней, чтобы забавить её. Ангел подумал, что неприлично Ангелу плясать перед людьми. И в ту же минуту Бог узнал, что он думает, и наказал Ангела. И Ангел стал маленькой девочкой, только что родившейся царевной. И забыл про небо и про всё, что было. И забыл даже своё имя. А имя у Ангела было благоуханное и чистое. У людей не бывает таких имён. И положили на бедного Ангела тяжёлое человеческое имя. И стали звать царевну Маргаритой. Царевна выросла, но она часто задумывалась. Ей хотелось вспомнить что-то, и она не знала, что. И ей было таскливо и скучно. И однажды она спросила у своего отца, «Отчего солнце светит молоча?» Отец засмеялся и ничего не ответил ей. И опечалилась царевна. Другой раз она сказала матери, «Сладко пахнут розы. Отчего же запаха не видно?» И засмеялась мать. И опечалилась царевна. И спросила она о своей няне, «Отчего не пахнут ничем имена?» И засмеялась старая няня. И опечалилась царевна. Ой, что-то наша черепашка падает. Неудобно ей сидеть. И снова наша царевна опечалилась. Стали говорить в трой стране, что у старя дочь растет глупая. И было много заботы царю сделать так, чтобы царевна была как все. Но она все задумывалась и спрашивала о ненужном и странном. И пледнила и чахла царевна. Стали говорить, что некрасива она. Приезжали молодые бринцы, но поговорят с ней и не хотят брать ее жены. «Приехал бринц Максимилиан», сказала ему царевна. «У людей все отдельно. Слова только звучат, и цветы только пахнут. И все так, скучно мне. Чего же ты хочешь?» спросил Максимилиан. Задумалась царевна и долго думала, и сказала, «Я хочу, чтобы у меня было благоуханное имя». И Максимилиан сказал ей, «Ты стоишь того, чтобы носить благоуханное имя. Нехорошо, что ты Маргарита, но у людей нет для тебя имени». И заплакала царевна, и пожалел ее Максимилиан, и полюбил ее больше всего на свете. И он сказал ей, «Не плачь, я найду то, чего ты хочешь». Улыбнулась царевна и сказала ему, «Если ты найдешь мне благоуханное имя, то я буду целовать твое лицо». И покраснела, потому что она была гордая. И сказал Максимилиан, «Ты будешь тогда моей женой?» «Да, если ты захочешь», ответила ему царевна. Поехал Максимилиан искать благоуханное имя. Объездил всю землю, спрашивал ученых людей и простых, и все смеялись над ним. И когда был он опять недалеко от города, где жила его царевна, увидел он бедную избушку и белого старика на пороге. И подумал Максимилиан, «Старик знает». Рассказал принц белому старику, чего он ищет, и обрадовался старик, засмеялся и сказал, «Есть, есть такое имя, духовитое имя, сам-то я не знаю, а внучка слышала». Вошел Максимилиан в избу и увидел больную девочку. И сказал ей старик, «Донюшка, вот барину надо знать духовитое имя, вспомни, милая». Обрадовалась девочка, засмеялась, но благоуханного имени вспомнить не могла. И сказала она, что во сне видела ангела, который плясал перед нею и был весь разноцветный. И ангел сказал ей, что днем скоро придет к невезбу другой ангел и будет плясать и светить разными огнями еще лучше и назвал имя того ангела. И от того имени пролился аромат, стало радостно. Сказала девочка, «Весело мне думать об этом, а вспомнить имя не могу. А если бы вспомнила и сказала, то выздоровела бы сейчас. Но он придет скоро». Максимилиан поехал к своей царевне и привез ее в избу. И когда царевна увидела бедную избу и больную девочку, то ей стало очень жалко. И стала она ласкать девочку и забавлять ей. Потом отошла на середину избы и стала кружиться и плясать, ударяя в ладоши и напевая. И увидела девочка много света и услышала много звуков и обрадовалась, и засмеялась, и вспомнила имя ангела и громко сказала его. И вся изба наполнилась благоуханием. И тогда вспомнила царевна свое имя и зачем ее посылали на землю и радостно вернулась домой. И девочка выздоровела, и царевна вышла за Максимилиана замуж и в свое время, пожив на земле, довольно вернулась на свою родину, к вечному Богу. Вот такая сказка. Сказка для верующих людей, кто верует в Бога. Вот такая интересная сказка. Таких сказок, наверное, никто еще не слышал. Да и я сама в первый раз такую сказку рассказываю. И таких сказок даже никогда еще и не читала. Ну, а вот такая сказочка о хорошем. Конец у нее очень хороший. О том, что девочка выздоровела. Сказка о ангелах хороших, которые помогают людям. Ну и все. Всем пока-пока. Заходите к нам в гости, смотрите новое видео. Пока-пока.